Bonjour mes amis, on va apprendre avec vous un nouveau verbe. C'est un verbe très intéressant, c'est suivre. Suivre – это следовать чему-то, успевать за кем-то, или, например, проходить какой-то курс. Очень похож на аналог по употреблению с глаголом to follow в английском. Давайте посмотрим интересные формы. Je et tu очень похожи на первое лицо, единственное число глагола être je suis. И когда некоторые видят je suis la règle, не совсем понятно, что это такое. Они думают, я правила? Нет, это значит, я следую правилу, я делаю что-то по правилу. Давайте прочтём. Je suis la règle. Tu suis ta famille. Например, куда-то переезжают, и человек за ними едет, за семьей, и традициям, например, семейным. Il suit la mode. Следует за модой. То есть модно одевается, например. Дальше. Nous suivons les élèves. Например, мы идём за учениками, или, например, их в прогрессе как-то сопровождаем. Дальше. Здесь может быть значение, как за гидом идти, конечно же, а ещё, может быть, как успевать понимать за тем, что гид говорит. Например, какая-то сложная информация, много цифр. Или же, например, человек говорит на одном языке, а группа из другой страны, иностранцы. И они часто спрашивают. То есть вы за мной успеваете, или мне медленнее говорить? Дальше. То есть проходит какое-то обучение. Давайте ещё раз быстро. И в отрицании всё останется прежним, кроме последнего примера, где не определенный артик, этот стандартный 2. « Я не всюду не за мной. Вы не всюду не по сути, за File, не поDP , вы не пров ini. Вhic C'est tout.